Приветствую вас, я, пожалуй, прокомментирую вслед за Кудряшовым Игорем Леонидовичем. Мы хотим о том, что семья — это система, состоящая из определенных шестеренок, как бы нам не хотелось этого признавать к примеру, но это правда. Вот. И, соответственно, если вы хотите, чтобы муж ваш изменился, условно говоря, чтобы он, условно говоря, стал другим, да, вот, то необходимо, необходимо, ну, поменяться и вам. Необходимо и вам изменить свою модель поведения. Необходимо и вам вести себя по-другому. Необходимо и вам действовать по-другому. Не так, как вы действуете, действуете, действуете сейчас. У вашего мужа, если вы говорите, как вы говорите, началась жидкая депрессия шесть лет назад до вашего знакомства. Откуда эта информация, что у него депрессия? Это ему врач сказал? Так. Или что? То есть, откуда информация, что именно депрессия? Это первое. Второе. Вы почему-то думаете, ну, почему-то считаете, что... Он может сам наставить себе диагноз. То есть, это не работает так. На самом деле. Если муж с депрессией, ему нужно было обращаться к врачу, обязательно обращаться к врачу. Обязательно обращаться к врачу и взаимодействовать с врачом. А то, что вы описываете, ну, вообще, ничего общего, да, с врачами не имеет. То есть, получается, что самолечением вы занимаетесь и всё. Ну, то есть, он... Он занимается самолечением. Вот. Хотя это абсолютно неприемлемо, если это действительно депрессия. Вот. То есть, должен быть диагноз. Чёткий-чёткий, понятный должен быть диагноз. Вот. Одно будет назначено лечение, в том числе и медикаментозное лечение. Вот. В том числе и психотерапевтическое лечение. Вот. Но вы, вот именно вы, сами, демонстрируете, в данном случае, механизм слияния. То есть, вы демонстрируете такую модель поведения, при котором, ну, фактически, фактически, вы олицетворяете себя эмоциями. Вы говорите, помогите нам. Это всозависимая позиция. Помогите нам. На самом деле, можно попросить помощи у нас для него, но нельзя просить помощи вам, потому что никаких вас в контексте помощи не существует. Существует только он. Ну, мужчина существует, да? Ваш муж существует. Всё. Больше не существует в этом смысле никого. Вообще никого. Вот. И, соответственно, опираться, ориентироваться. Ну, я вам рекомендую, вот, исключительно на это, а не на то, что, чтобы помогли именно вам обоим. Не помогут вам обоим. Потому что, вы, это вы, а он, это он. И, то, что касается его проблем, это его проблемы, то, что касается ваших проблем, это ваши проблемы. И, изменить это, ну, на самом деле, невозможно, невозможно. Лучше, лучше, лучше вам это принять. Вот. На мой взгляд. Вот, на мой взгляд, так. На мой взгляд, так. На мой взгляд, так. То есть, посмотрите в интернете, да, например, про созависимость, допустим. Ну, вот такое. Вот. И, и, и висите тему треугольных Карпмана. Наверное. Вот, вот, смотрите, вот, вот, ну. Смотрите в интернете. В интернете, треугольных Карпмана, да, и, и висите, и висите. поисклируйте. Мне кажется, что вы здесь принимаете такую повиску жертвы, вот, плюс почему-то вы считаете, что рождение дочери должно было обрадовать мужа. Вот почему-то вы так считаете, мне хотелось бы знать, почему вы так считаете. По какой причине вы так считаете, почему вы так решили. То есть, как бы, дочь это, конечно, да, это здорово, но если у мужчины действительно депрессия, вот, если действительно депрессия, то дело здесь не в дочери, как бы дочь проблемы не решит. И здесь возникает вопрос, а для чего вы ребенка рожали? То есть, зачем? Чего вы ожидали? Ребята. Не для того ли вы ее рожали случайно, чтобы она климат в вашем доме восстановила? Вот, или восстанавливала? Если так, то все это не очень хорошо. Ну, для ребенка, по крайней мере, скажу. Вот. Потому что, ну, потому что, ребенок, он ведь для себя рождается. Вот. Он не рождается для кого-то, он не рождается для других. Вот. И если, есть вероятность того, что, ну, что ваш ребенок родился для чего-то или для кого-то, что-то крайне негативно. Ну, я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что ребенок... Ну, надеюсь, что ребенок родился не для этого. Вот. Я надеюсь, что, ну, хотели для него чего-то. Хотели ему, может быть, счастья, хотели для него, хотели, может быть, для него чего-то еще. Вот. Я искренне, искренне, искренне на это надеюсь. Вот. Вот, в принципе, в принципе, то, что можно вам ответить. Только отдалившись от своего мужа, только отдалившись от него, только абстрагировавшись, возможно, от него, и перестав потакать его каким-то вот... его действием, да, его поведением, потому что, еще раз повторю, это поведение, это его выбор. Это его выбор. Это выбор вашего мужа. Ну, можно что-то изменить. Вот. Но это сложно, если вы созависимый партнер. Это очень сложно, почти невозможно будет сделать. В таком случае. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...